Этот год особый год, и празднование Дня Железнодорожника в этом году, оно тоже особое. Я поздравляю вас с нашим профессиональным праздником. Я желаю вам, вашим семьям, вашим детям, вашим близким успехов, здоровья, благополучия, всего самого хорошего. Этот год, как я уже сказал, знаменательный. И мы старались к этому году подготовить знаковые события в области развития и работы железнодорожного транспорта. Спасибо вам за активную и ответственную работу. Мы в этом году провели второй железнодорожный съезд, который привлек огромное внимание всех граждан нашей страны. Мы рассмотрели актуальнейшие вопросы развития в современных условиях железнодорожного транспорта Российской Федерации. Приняли решения, которые вместе с вами выполняем. Мы в этом году по поручению правительства открыли интермодальные сообщения Владивостока и аэропорт Кневич. Мы ведем активнейшую работу по исполнению заданий, связанных с реализацией программы подготовки к Олимпиаде 2014. Получили знаменательный документ, отражающий качество нашей работы в Сочи в виде специального приза, премии за наиболее выдающиеся достижения в области туннелестроения. Мы запустили интермодальные сообщения в Сочи, Адлер. Теперь жители этого региона и гости Олимпиады, которые будут пребывать в этот регион, смогут воспользоваться этим интермодальным сообщением. Мы запустили интермодальные сообщения в связи с проведением студенческих игр в городе Казани. Открываем там новый железнодорожный вокзал. Это только маленькие штрихи той огромной работы, которую делаете вы. Эта работа находит понимание и пользуется вниманием руководителя государства, председателя правительства. Многие наши железнодорожники отмечены государственными отраслевыми наградами. Это все элементы огромной работы. Еще раз хочу это подчеркнуть. Мне чрезвычайно приятно говорить о том, что растет международный авторитет российских железных дорог. Это отражается и в нашей деятельности. Это отражается и в тех знаках внимания, которые обращены к российским железным дорогам. Мы только что завершили проведение большого совещания глав европейских железных дорог. Мы пользуемся заслуженным авторитетом не только как эксперты, как специалисты в области железнодорожного транспорта, но и как люди, осознающие свою социальную ответственность перед нашим обществом. Именно поэтому, говоря о своих личных достижениях, мне приятно отметить, что авторитет российских железных дорог вылился в то, что я, как президент УАО РЖД, номинирован на позицию председателя Международного союза железных дорог, который объединяет все железные дороги мира. Это тоже заслуга всей отрасли и заслуга железнодорожников. Мы умеем не только работать в трудную минуту, мы всегда приходим на помощь нашим коллегам. Тяжелая, трагичная ситуация, которая сложилась в зоне Новороссийска, Геленджика, связанная с природными катаклизмами, принесла потери, принесла огромный ущерб. Компания, профсоюзная организация, да все вы встали для того, чтобы поддержать своих коллег, которые оказались в этой сложной жизненной ситуации. Собраны благотворительные средства для того, чтобы оказать помощь семьям, которые лишились крова, лишились своего имущества. И это тоже отражает тот дух солидарности, который был всегда присущ российским железным дорогам. Мы так будем себя вести и впредь. Мы так будем и работать впредь. Я еще раз поздравляю вас с нашим праздником, желаю всяческого благополучия. Самое главное, чтобы люди уверенно смотрели в будущее. Вы знаете, мы много говорим о конкуренции видов транспорта. Мне очень нравится одно высказывание. И если перелет на самолете – это только перемещение из одного пункта в другой, то настоящее путешествие – это путешествие по железной дороге. Пусть наше путешествие в этой жизни всегда будет связано с нашей отраслью, с нашей работой и с благодарностью тех, кто говорит нам спасибо за работу, за сочувствие и за поддержку. Всего вам хорошего. Спасибо.